Здравствуйте, друзья! С вами я, Александр. И я, Максим. На кулинарном канале «С дедом за обедом». Друзья, у нас сегодня на обед рыба. Рыба? Рыба красная. Красная и классная. Да, под названием «Лосось». Да, лосось. Правильно. А ты откуда знаешь? Ну, а если серьезно, мы действительно сейчас будем готовить лосось и приглашаем вас. Мы приглашаем вас в это кулинарное путешествие вместе с нами. Ну что, поехали! На самом деле, рецепт очень простой, поэтому его доверили делать мне. Готовится он в течение 35-40 минут, а начнем мы его с соуса. Для этого нам нужно 2 столовые ложки оливкового масла, 2 чайные ложки с горкой соли крупной с приправами, и половину чайной ложки смеси из 5 перцев. Далее. Лимон. Отрезаем небольшой кусочек. Нам от него в данной ситуации нужно несколько капель, не больше. Остальная часть лимона нам еще с вами пригодится. Капаем несколько капель и всю эту консистенцию взбалтываем. Да, энергичнее только, друзья, это взбалтывать надо, чтобы и соль быстренько растворилась, и чтобы смесь была такой слегка воздушной. Взбалтываем до набухания. Полученную смесь мы интегрируем в стейки нашего лосося. А ты перемешивать будешь? Конечно, буду сейчас. Посмотрим, как у тебя это получится. И каждый кусочек нам необходимо извалять в нашем соусе, чтобы он пропитался хорошо. И оставить примерно на 10-15 минут для пропитывания. Конечно. Так вот поинтенсивнее его, чтобы не осталось у нас свободного места. Без соуса, без соли. Готово. Оставляем на 10-15 минут для пропитывания. Стейки промариновались, и мы их уложили в лоточки для запекания из фольги. Далее помидор. Берем помидорку и нарезаем ее на тонкие колечки. Для чего нам нужен помидор? Помидор мы выложим на нашу рыбку сверху. И своим соком он увлажнит мясо рыбы. А лосось рыба сухая. Да, лосось сухая рыба. И кроме помидоров нам придется еще сверху помазать тонким слоем оливковым майонезом. Укладываем наши помидорки. Нормально. Теперь майонезик сверху тоненьким слоем. Делаем тонкий слой. Примерно миллиметр-два миллиметра. Размазывай. Старайся больше смазать рыбе поверху. Помидор все равно все это стечет на рыбу. Получилось ничего. Нормально. Теперь друзья на 200 градусов на 25 минут в духовочку. Готово. Пришло время лимона. И сейчас мы по-настоящему сбрызгиваем нашу рыбу соком. Потому что сок лимона на готовом блюде более сильно выражает вкус и свой, и рыбы. Друзья, у нас так повелось, что когда готовит Максим, первым пробую и я. Пробуем. Друзья, пробую чисто кусочек мягкий, без соусов. Давай, ты первый, как и обещал. В принципе, рецепт получился нормальный. Единственный, на мой взгляд, недостаток. Мы его не подрумянили. Мы не подрумянили рыбу. В конце надо было еще минут на 5 поставить где-то градусов на 220. Чтобы сверху образовалась легкая золотистая корочка. Так все пропеклось. Пропеклось очень хорошо. И мясо получилось сочное. Рецепт зачет. 4 балла 100%. Ты как думаешь? Согласен. Согласен. А нам остается, друзья, прощаться с вами. Пожелать вам всего доброго. Чтобы всегда вы готовили вместе с нами. Всего вам самого вкусного. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»